привет друзья сейчас опять нахожусь на перерыве и решил прообщаться с вами в общем вчера выложил ролик о моем отношении ко всему происходящему в россии и взворошил эту кучу говна из патриотов тут налетели в комментариях мне такого написали в общем в сегодняшнем видео я хочу объяснить для таких людей миропорядок и вообще чтобы они понимали что в мире творится и кто их не враг это очень важная тема потому что в россии сейчас идет накачка мнение такого что во всем виновата америка но я вам быстренько сейчас объясню что это не так в общем начнем представьте себе пирамиду треугольник вершину пирамиды занимает сша почему она занимает вершину да потому что с после второй мировой войны она данная страна начала притягивать различными выгодными условиями патентами работающим законодательством умных людей которые изобретают что-то придумывают что-то делают в этой стране середина пирамиды это китай америка где-то 60-х годов из-за экологической их проблем в своей стране плюс в поисках дешевой рабочей силы начала делать промышленные кластеры в других странах таких как китай это основной основной основная площадка так сказать тайвань япония вьетнам малайзия индонезия в общем мексика в общем здесь в этих странах они организовали промышленные кластеры и китай это самый большой кластер и внизу самого этой пирамиды находится россия теперь пойдемте я вам объясню что происходит смотрите наверху этой пирамиды так как америка собрала с помощью работающего законодательства патентного права с выдающихся умных людей они придумывают продукт ну чтобы было проще давайте возьмем к примеру айфон все же любят айфон я люблю в общем берем айфон люди в америке придумывают инженеры айфон чтобы его произвести нужны промышленные мощности которые есть китае то есть этот заказ с чертежами со схемами всем скидывается на производство в китай говорят нам нужен миллион айфонов таких произвести китай говорит окей у нас промышленность позволяет это сделать берет заказ что нужно сделать китаю что ему необходимо ему необходимы материалы из которых нужно произвести этот айфон в том числе редкоземельные материалы которые в изобилии находятся в россии в общем китай производит заказ сделать заказ в россию нам нужны там такие-то такие-то редкоземельные материалы там для производства айфона россия продает эти земельные редкоземельные материалы китаю за 10 долларов но это условно чтобы вы проще вам было понимать продает с китаю за 10 долларов китай производит айфон и продает его уже америке за 100 долларов после этого америка продает китаю и россии этот же айфон но уже за 1000 долларов у всех трех стран стопроцентная наценка но из-за того что россия продает только материалы у нее самая маленькая прибыль в общем что из этого исходит то что главный враг россии это не америка а китай который сосет из россии все ее ресурсы они выберем вырубили уже в сибири все леса подтянули трубу к байкалу качают оттуда воду делать что хотят и все это прикрывает путин путин это главный ставленник китая чтобы он стоит здесь у нас для того чтобы защищать интересы китая потому что только при путине было закрыто больше десяти тысяч предприятий и заводам нашей стране почему они были закрыты потому что чтобы у нас не было производства чтобы мы торговали только сырьем соответственно путина очень жестко держит китай и очень сильно нужен путин потому что они уже настолько подмяли что он полностью подконтрольный в общем ребят смотрите из всего этого получается что не америка враг нашей страны а китай китай главный враг друзья запомните это раз и навсегда следующий момент мне в комментариях писали там почему эту тему затрагиваю потому что не один человек такое писала и я хочу ответить чтобы все понимали в общем писали такую тему что вот ты уехал за границу бежал ты там трус остался там один без родителей родители умрут без тебя как ты к этому на это будешь смотреть все короче подонок негодяй что я могу сказать на это друзья смотрите я мужчина мужчина когда вырастает он уходит из дома он создает свою семью и следующая его задача это безопасность и комфортное проживание его семьи соответственно я что и делаю я свою семью спас я не не хочу от отдавать путину на съедение своих детей не хочу отдавать свою жизнь за этого ублюдка поэтому наше государство дало мне оснований так сказать кейс для того чтобы я благополучно оттуда катапультировался жалею ли я об этом ни капельки не жалеем по поводу родителей да мне очень печально что я возможно не увижу своих родителей они уже старенькие и если честно отец у меня плохой очень и когда раздается звонок своего телефона у меня каждый раз ёкает сердце потому что я думаю блин может быть что-то случилось ну реально он себя плохо чувствует уже старенький если бы я был родителям детей которые уехали из неблагополучной страны в которой мы жили в другую семью честно я бы умер спокойно потому что для меня лучше дети пускай будут на расстоянии но в безопасности и с возможностью хорошей жизни чем они будут рядом и их будет терзать наше правительство растить растить потом косить потом опять растить косить и этот цикл он в россии постоянно непрерывный то есть она постоянно косит свое население как экономически так и физически я этого не хотел я туда уехал и меня родители мои поддерживают я считаю что я свою задачу выполню как мужчина как глава семьи моя семья в безопасности все хорошо себя чувствует и это главное все счастливы довольны поэтому я не вижу в этом проблемы да это печально но это правда жизни все мы умрем когда-нибудь и мы и наши родители это не исключение вот такие вот друзья дела следующий комментарий мне присылали что типа как убрать путина у него столько денег уже там армия там все что хотите сейчас весь мир реализует план вы надеюсь читали книгу называется атлант расправил плечи написала ее писательница эмигрантка из санкт-петербурга и не райн по-моему ее зовут это просто фундаментальная книга если вы не читали я вам вкратце расскажу во первых эта книга 2 по популярности после библии в америке и она есть практически в каждой семье эта книга рассказывает о том как в америке пришли к власти социалисты они делали выгодные условия хорошие условия для рабочего класса которые работали на людей на собственников различных там металлургических предприятий медных копий железной дороги вот и социалисты чтобы оставаться власти они соответственно издавали всякие законы которые поддерживают людей ну например там ты не можешь уволить человека с работы даже если он неделю вот не выходит на не выходит на работу соответственно пошла со стороны рабочих такая оптимистический настрой они подумали что можно не не работать зарабатывать при этом получать деньги в общем они начали потихоньку забивать на свое свое место работы соответственно люди владельцы этих предприятий теряют прибыль изготавливать некачественную продукцию из-за этого страдает там железная дорога потому что металл там некачественные поезда сходят с рельсов в общем и никто из людей в этой книге как описывается не видел выхода как свергнуть этих социалистов убрать от власти потому что люди которые придумывают создают рабочие места их очень мало их там один процент на 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 все население ну условно говоря вот рабочих людей очень много и один человек его звали джон гаут придумал такую схему он приходил каждому ключевому человеку который при производит какое-то влияние на экономику допустим к владельцу металлургического предприятия и убеждал их исчезнуть то есть после беседы с джоном гаутом на утро больше не видели этого владельца этого завода и он приходил каждому там владелец медных копий исчез взорвали все его рудники и шахты и к чему я вам рассказываю это все потому что суть была эти люди они понимали что социалистов их им никак не свергнуть это невозможно потому что они имеют поддержку массы людской в их не в их стране соответственно это джон гаут предложил такую схему что вы исчезаете закрываете уничтожаете все свои предприятия придет упадок стране и у них была задача чтобы потух свет в нью-йорке то есть не было там меди для производства электрических кабелей не было там нефти не было вообще ничего не было эти ключевые люди просто начали исчезать и очень быстро экономика загнулась писец она как загнулась то есть сами рабочие сталины то есть им никто не стал перестал платить им зарплату им нечего делать предприятия их не закрыты разрушены они голодают машины останавливаются потому что нету запчастей и тут до этих придурков дошло что они без этих людей которые все создают они никто они ничего не могут сделать и пришла такая создалась такая ситуация когда эти сами же рабочие своими же руками и свергли это правительство социалистов в общем сейчас у нас стране происходит то же самое почему все мировые компании ушли с нашего рынка да потому что джон гаут к ним пришел и сказал друзья надо валить и все компании оттуда свалили из россии все ушли все счастливы довольны одним людям в россии как бы хорошо да они кричат а мы справимся без макдональдса да мы сможем без симонса да мы там без того сможем у нас параллельный импорт ну это все геморрой в общем задача чтобы свергнуть путина задача одна это полная диверсия это не платить налоги увольняться с работы из ключевых предприятий да пацаны вы будете страдать вы будете бедствовать но период за которые вы это все говно сметете потому что весь вот эту вертикаль власти все это дерьмо которое настроил путин его по-любому надо будет сносить все это уничтожать и все отстраивать заново соответственно чем быстрее вы этого ублюдка свалите от власти тем быстрее к вам придет процветание и вы можете ждать да это может втянуться и 20 лет если вы ничего не будете предпринимать то есть понимаете сроки допустим вы консолидировались и сделали то что написано в этой книге вы не платите налоги вы не никак не помогаете государству и это допустим может пройти этот кризис за пять лет но не за 20 то есть таким образом вы экономите 15 лет своей жизни трудовой деятельности и прочего чтобы начать жизнь заново а жизнь заново по любому вам придется начинать никуда от этого не деться потому что путин все испортил всю малину в общем вот такие вот друзья дела если вы понимаете меня о чем я говорю ставьте палец вверх если вы упертый патриот ставьте палец вниз пишите плохие комментарии